Девушки отдыхают Девушки отдыхают ДНК-экспертиза Она шалава и шкула Таких наказывать надо Ты что говоришь-то? 17-летняя девушка Отправила любимому парню Свои обнаженные фото Когда подросток выложил фотографии в сеть Она попыталась покончить с собой Кто виноват, решит суд Истец требует алименты На содержание несовершеннолетнего ребенка В твердой денежной сумме Ответчики заявляют Что требования истца Ничем не обоснованы Прошу всех садиться Слушается дело Ковалева Ковалевой, простите Ольги Владимировны С исковыми требованиями О взыскании алиментов на содержание Несовершеннолетнего ребенка В твердой денежной сумме Ответчиком является Исаев Константин Семенович И Исаев Олег Константинович Простите, а папа кто ребенка? Я Вы несовершеннолетний? Нет, несовершеннолетний 19-й уже Просто странно Вы просите алименты сразу с двух ответчиков? Ваша честь Я прошу обязать моих ответчиков Выплачивать мне алименты На содержание несовершеннолетнего ребенка Я не знаю с обоих Или с одного кого-нибудь Понимаете? Я Стоп, стоп, стоп У нас алименты взыскиваются С генетического, биологического папы Либо с папы, который указывает Свидетельство о рождении ребенка Ваша честь Я вам сейчас все объясню Понимаете, полтора года назад Я познакомилась с молодым человеком Ему на тот момент было 18 лет Собственно, это был Олег У нас с ним завязались романтические отношения Все было взаимно Я его любила Он меня тоже любил Ну я так думаю Пока В одно прекрасное утро я не поняла Что забеременела И как только я сообщила о том Что у меня будет от него ребенок Он просто пропал И я сейчас в итоге живу на съемной квартире С маленьким ребенком Денег у меня нету Потому что у меня нету возможности работать Я сижу с ребенком 24 на 7 Поэтому я очень вас прошу Подождите, истец Отцовство-то установлено от вечера? Да, Олег признал, что это его ребенок То есть в добровольном порядке признал, что это является его ребенком Да, это его ребенок он признал, но отказался на меня жениться И теперь вообще делает вид, что меня не знает Ну дедушка-то здесь при чем? Я сейчас это тоже поясню Дело в том, что когда мы встречались Я у Олега интересовалась Откуда у него такие деньги Чтобы дарить дорогие кольца Водить в рестораны Ему ничего не стоило оставить в ресторане за ужин 40 и 50 тысяч Ну откуда у него такие деньги? Он 18 лет И он сказал, что у него очень богатая семья Что у него богатый папаша Который зарабатывает столько Что его семья не успевает все это тратить У них богатая семья Для них, понимаете, эти 80 тысяч, которые я прошу На алименты Для них это просто мелочь Так, суд посовещавшись на месте Выносит определение об исключении вас, ответчик Из ответчиков Поскольку вы не являетесь должным ответчиком Вы не папа ребенка И никакого отношения к ребенку не имеете Кроме как являетесь его дедушкой Поэтому суд будет рассматривать заявленные Сковые требования в отношении генетического отца ребенка Я вас слушаю Говорите Я не смогу оплачивать Чего она взяла, что у меня вообще такие деньги Что у нас бедная семья Ваша честь, вы видите, он нищеброд Мама инвалид Я не знаю, почему он так решил У своих родителей У него мамаша богатая Ну хорошо, ну подождите Ну брал и брал Причем тут это Можно мне тоже слово тогда сказать Хоть я уже не ответчик Потому что здесь вообще непонятна для меня ситуация Почему Истец просит какие-то деньги И считает, что мы какие-то исключительно богатые люди Бизнесмены И что-то у нас там такое Я там какой-то, я работаю инженером в фирме В компьютерной 40 тысяч зарплата Какие еще 40 тысяч? Я инвалид на иждивение моем сыну Первый курс, второй курс института Я ему могу выдавать на 300 рублей На карманные расходы Какие еще 300 рублей? Да он тратил на меня не стоит сотен тысяч Откуда их возьму? С него-то уж вообще Да и с меня тоже 40 тысяч зарплата Откуда тогда у вашего сына были такие деньги в 18 лет? Вот это я тоже не понимаю Почему она вот такие бедные Откуда у вас будет? Выдумала она все Ты сам говорил, что у тебя богатая семья Брал у родителей деньги Баба у тебя бизнесмен Мамаша у тебя богатая У меня вот фотография есть Что, не ты с мамой тут На богатой машине дорогой, в Мерседесе Очень хорошие у вас инвалиды в семье В шубе, в сал золоте Замечательно Какая же это мама? Ваша честь Эту женщину на фотографии я вообще вижу первый раз Что здесь эститс такой заявляет Я вообще ее не знаю Это ваша жена вообще-то У тебя же фотография была, мам, покажи У меня есть всегда с собой фотография Но знаете, наша мама Она совсем бежит Она фотошопила и показывает Что она предстоит здесь Я фотошопила? Вот она совсем по-другому Но она инвалид У меня все документы Она сидит дома Она не ездит никуда Она не может выйти, к сожалению Какой еще инвалид? Ну вот же Вот он рядом Тут сидит Естественно, давайте так Я проявляю долготерпение Потому что я вас исключила Из числа ответчиков Ну хорошо Но ответчика Есть документы Подтверждающие Что его супруги Становлены группой инвалидности Не понимаю Вы не можете против этого спорить Ну откуда у него тогда такие деньги? Вот у меня все чеки есть Я не знаю Шубу он мне покупал 120 тысяч Откуда такие деньги? Вот что это за женщина Ты Слушай Ты помнишь этот день Когда мы должны были с тобой встретиться И тебя подвезла твоя мама Я вас сфотографировала Ну Чтобы девчонкам там похвастаться Потом я подошла к тебе И ты мне представила Мам Познакомься Это Оля Что не было такого? Мама У тебя что с головой уже Плохо после родов У меня то все с головой Хорошо Это у тебя видимо Ты меня с кем-то перепутал Что ли? Какая мама? Слушай Ты вообще У тебя глаза есть Кто это? Это ты? Ты? Мама твоя? Мама? Или кто? Тебе показали сейчас маму Слушай Я видел вас несколько раз вместе Что она вообще-то Я не знаю Что она говорит Не нужно будет ничего платить Придумывала что-нибудь Никак Это же я не могу Ваша честь Ну вот Эта женщина Я видела их Несколько раз вместе Я видела их Отношения Они обнимались Целовались Они очень часто были Вместе Я поняла Ваша честь Все Я поняла У нас получается Олег Альфонс А что ты еще Ты скажешь Поздравляю Что я скажу Поздравляю тебя Ты Альфонс Да все Выставил меня С этой женщиной Да Что любишь Богатеньких тетенек Брать у них денежки Она знает Что ты деньги на меня тратил Скажи пожалуйста Она знает Что у тебя вообще-то Ребенок А тебя вообще касаться Не должно Откуда я деньги брал Вы заявляете Выплату алиментов В процентном отношении Или в твердой денежной сумме Не в твердой денежной сумме 80 тысяч рублей в месяц Сколько 80 Ну сами поймите Мне ребенка нужно Одеть Покормить Ну нужно просто Поставить на ноги Ему нужно нормально Какое-то воспитание Ну хорошо Так Я поняла Я поняла вас Что тут удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Ваша честь Ну поймите Ну вы же тоже женщина Куда я буду Возить туда-сюда Ребенка И как бы Зачем это делать ДНК Ну поймите Он мне вообще Всю жизнь разрушил Ничего себе Беременная женщина Сбежала от мужа К любовнику Они поженились И новый муж Записал ребенка на себя А теперь Решил выяснить Кто на самом деле Является отцом Она шалава и шкура Таких наказывать надо Ты что говоришь-то Отец Чуть не потерял дочь Из-за жестокой шутки Ее парня Но что скрывают Все герои Этой истории И в кого на самом деле Влюблена девушка Станет ясно в суде Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушав Исковые требования Исса Возражение ответчика По заявленным Исковым требованиям Приняв определение Об исключении Ответчика Как недолжного Ответчика Под данным Заявленным Исковым требованиям Приняв уточенные Исковые требования В которые были сделаны В процессе судебного заседания Рассмотрев все представленные документы Выиски предъявляемым К дедушке Совершеннолетнего ребенка О взыскании алиментов На содержание внука В связи с тем Что у нас Дедушка Вы как дедушка Исключены Из числа Ответчиков Поскольку Вы являетесь Недолжным ответчиком Иск предъявлен К отцу ребенка О взыскании алиментов На содержание Несовершеннолетнего сына Суд удовлетворяет И взыскивается Отца ребенка В пользу матери На содержание Несовершеннолетнего сына Алименты В твердой денежной сумме Рады В двукратному размеру Прожиточного минимума Который установлен Для ребенка Ежемесячно До достижения Ребенком совершеннолетия В настоящий момент В Москве Прожиточный минимум Для ребенка Установлен в размере 14 329 рублей Таким образом Двухкратный размер Это будет Более чем 28 тысяч Там вы В решении я укажу Эти рубли Которые остаются Суд хотел бы Разъяснить В данном случае Отцу ребенка Что в случае Несвоевременной Уплаты алиментов Без уважительных причин В течение Двух или более Месяцев подряд С момента возбуждения Исполнительного производства Вы можете быть Привлечены К административной Ответственности В случае Злостного уклонения От уплаты алиментов Которые взыскиваются По решению Суда На содержание Несовершеннолетнего Сына Вы можете быть Привлечены К уголовной Ответственности В соответствии С правилами С правилами Части первой Статей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации Который предусматривает Срок лишения свободы До одного года Ответчик Истец Суд огласил Своё решение Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Частично Я рада Что всё так получилось 28 тысяч Конечно Немного Но хоть что-то Хоть как-то мы проживём С моим ребёнком Выходит Что из своих 40 тысяч Зарплаты Я должен Буду Я буду За него платить 28 тысяч Интересно Получается Но Я ещё С ним Дома-то Поговорю По-своски Получается Грязь облили Ещё и Альфонсом назвали Ещё и деньги Нам с тобой платить Зачем вообще С этой связался Суррогатные матери Не отдают Младенцев Моя яйцеклетка И сперматозоид Моего супруга Чей получается Ребёнок Истец Детей покупают И продают Почему они опять Должны быть на моей шее Как защитить Детей От безумия мира И для себя Я никогда Ничего просить Не буду Но для детей Я глотка пород Елена Дмитриева Знает как Встать нормально Нормально встать Руки вынайте С карманом Вот так Пожалуйста Битва за будущее Долгожданные премьеры Давайте я по порядку вам расскажу Нет Тут порядок я устанавливаю Хорошо С понедельника по пятницу В 14.00 На нашем телеканале Да мы дома поговорим Павлик Морозов Истец предъявляет иск об оспаривании отцовства Ответчик Иск не признает Пожалуйста Истец Обоснуйте Ваши исковые требования Ваша честь Я хочу Оспарить отцовство Я считаю Что Этот ребенок Алешенька Не мой ребенок Я не против детей Но Это не мой ребенок Я в этом убежден Я считаю Что эта девушка Меня в принципе Обманула Это ребенок Это я тебя обманула Это ты меня обманула И Ваша честь У меня есть простое решение Этой ситуации Что сложного Сделать тест ДНК Я готов пойти на это Даже оплатить Эту процедуру Мне не сложно Она не соглашается Вы с ответчиком Состояли Или состоите В браке Да В этом браке Был рожден ребенок Да Все верно Документы есть Да Ребенку сейчас сколько Ребенку Пять месяцев А почему вдруг У вас возникли Такие сомнения В своем отцовстве Ваша честь Ну Я уж сейчас не буду Говорить про свои ощущения И что чувствую Что это не мое Ну Действительно Внешне Совершенно На меня не похож Я светлый Сами видите Волосы рыжие Глаза голубые Цвет кожи Да светлый Он опять же Он темненький Он кореглазый У него кожа смуглая Ну какой-то восточный типаж Дедушка у меня был смуглый Ваша честь Что сложного Сделать ДНК Экспертизу Просто пойти и сделать Подождите Естественно На самом деле Сейчас это не очень Сложная процедура Я про то же Ну просто Вы знаете К моему большому сожалению Достаточно часто Проходит Проходит тест Убеждается мужчина Что он отец ребенка А женщина от него уходит Вместе с ребенком Знаете Я готов пойти на это Потому что Вот всем сердцем Чувствую Что это не мое Во-первых Уже повторяюсь Да А во-вторых Да тут Да тут все в сумме накипело Так Ответчик Когда идет Разрешение споров Об оспаривании Отцовства Насколько я понимаю Вы возражаете Против заявленных Писковых требований И поскольку Кроме утверждения ИСЦА И вашему утверждению Суду Больше никаких Доказательств Не представлено То суд Будет вынужден Назначить Проведение Судебной Молекулярно-генетической Экспертизы Тем более ИСЦ говорит о том Что вы согласны Будете оплатить Абсолютно согласен Готов оплатить Эту услугу Поймите Ну нельзя сейчас Сделать ДНК Я отвезла ребенка К маме Саратов И у ребенка Начался нейродермит На нервной почве Он еле перелет пережил Ну какой ему сейчас ДНК Вот пожалуйста Абсолютно вам сказать Какую ДНК Вам сказать Как это делается У него слюну заберут И сделают ДНК Я не хочу травмировать Ребенка Ответчик Вы понимаете Что такое Отказ от прохождения Экспертизы Последствия этого Отказа Понимаете Да я понимаю Экспертиза будет В его пользу Да Так Если у нас с вами Истец заявляет Исковые требования Об оспаривании Отцовства А вы отказываетесь Пройти Экспертизу Следовать На какое решение Принесу Ваша честь Ну поймите Ну вы же тоже женщина Куда я буду возить Туда-сюда ребенка И как бы Зачем это делать ДНК Ну поймите Он мне вообще Всю жизнь разрушил Ничего себе Я до этого Была замужем Я правильно понимаю Что я должна вписать В протокол судебного заседания Что судом было предложено Проведение судебной Молекурально-генетической Экспертизы Ответчик от прохождения То есть от сдачи Биоматериала Своего и ребенка Отказалась Я правильно вас понимаю Ответчик Нет А как Может что-то я не понимаю Конечно Давай проведем Здесь всю экспертизу Давайте вызовем Свидетелем Моего бывшего мужа И что Ну он уже Расскажет Что как было Я была до этого Замужем За прекрасным человеком Да подождите Он мне всю жизнь Разрушил Ответчик У нас сейчас Речь с вами идет О назначении Экспертизы А вы мне бывшего мужа Ну какое ДНК Сейчас делать Мне даже интересно Понять просто логику Знаете Вот Она же должна Быть у вас Какая-то логика Она как должна У вас выстраиваться В голове Ну давайте Вашего свидетеля Пригласите пожалуйста В зал свидетеля Ответчика Свидетель ответчика Войдите Знакомое лицо Здравствуйте Да пожалуйста Я вас слушаю Меня зовут Антохин Кирилл Александрович Я честно говоря Вообще не понимаю Ваша честь Зачем меня сюда вызвали Я И так уже достаточно Унижений Пережил Мне Изменила Моя бывшая жена Вот Насколько я понимаю Вот с этим Молодым человеком Потом У меня узнала Об этом вся семья У меня О чем? О том что у вас Расторгнут брак? О том что Мне жена изменила Ну это же Унижение Ну сами понимаете Какое Особенно для мужчины Вот И Хотел сразу Развестись с ней Но На фоне всего этого У моей матери Случился инсульт Вот есть Подтверждение Документальное Об этом Вот выписки Все Мне пришлось Улететь к матери В Калининград Ухаживать Вот Спустя Полгода Мать скончалась Вот так же Могу приложить Все это дело И Только после этого Я смог приехать И Развестись Собственно Я не могу никак понять Подождите пожалуйста Вам свидетель Что вот Он что должен был Подтвердить Или опровергнуть Ваша честь Поймите Просто физически Моего мужа Не было уже в городе Да я его лично видел Мы уже жили с Максимом Подождите Подождите То есть Вы считаете Что бывший супруг Является отцом ребят Я в этом убежден Вы убеждены Конечно Да его не было Слушай Хорош врать Я его лично видел А вы пытаетесь доказать Что вы в это время Я в это время Занимался уходом матери Я был в Калининграде Вообще И ни разу не заехал Что ли сюда Ну сознается Что ты Подождите Так ответчик Ну тогда в чем проблема Пройти экспертизу Ну потому что И так все понятно Так Суд удаляется Для принятия решения Далее в программе А наша лава и шхуа Таких наказывать надо Ты что говоришь то 17-летняя девушка Отправила Любимому парню Свои обнаженные фото Когда подросток Выложил фотографии В сеть Она попыталась Покончить с собой Кто виноват Решит суд Суд оглашает Решение Принятое по делу Суд заслушав Исковые требования Вся возражение Ответчика По заявленным Исковым требованиям Заслушав Свидетель Со стороны Ответчика Рассмотрев все представленные документы И доказательства Иск об оспаре Отцовства Удовлетворяет И выносит решение Об аннулировании Записи Об отцовстве Исса В записи Акта У рождения У рождения Несовершенного Летнего сына Ответчица Суд аннулирует Записи Об отцовстве Исса В отношении Несовершеннолетнего Сына Рожденного Ответчицы В браке С истцом Потому что Ответчица Не представила Суду доказательств Своего утверждения Что истец Является Отцом Ребенка В соответствии С правилами Статья 56 Гражданско-процессуального Кодекса Российской Федерации Каждая сторона Обязана доказывать Те обстоятельства На которые Она ссылается В обосновании Своих позиций Как исковых требований Так и возражений По иску От проведения Ответчик Молекулярно-генетической Экспертизы Отказалась Она отказалась Как представить Свои биоматериалы Так и биоматериалы Ребенка Каких-либо Медицинских Противопоказаний К проведению Данной экспертизы Ответчикам Также представлено Не было Суд Руководствоваясь Нормами Гражданско-процессуального Кодекса Разъяснил Ответчику Последствия Отказа От прохождения Судебной Молекулярно-генетической Экспертизы При таких Обстоятельствах Суд Приходит К выводу Что истец Не является Биологическим Отцом Ребенка В соответствии С правилами Части 3 Статья 79 Гражданско-процессуального Кодекса Российской Федерации Который Предусматривает Последствия Отказа Сторон От прохождения Экспертизы При таких Обстоятельствах Суд Принимает Решение Об аннулировании Записи Об отцовство И Ответчик Понимаете Вот ваш Аргумент Что Ну будем так Говорить Как Я так Предполагаю Что Видимо Вы хотели Обосновать Свою позицию Что на момент Зачатия Ребенка Ваш Нынешний Супруг Поскольку Брак еще не расторгнут Видимо Предположил Что отцом Ребенка Является Ваш Бывший Супруг Поэтому Вы вызвали Бывшего Супруга Чтобы он Доказал Что его Не было Здесь Физически На момент Зачатия Ребенка Но Это Не означает Что Истец Является Биологическим Отцом Потому Что Это Может Быть И не Только Ваш Бывший Супруг Понимаете В чем Дело Почему Только Ваш Бывший Супруг Это Вы Вынудили Суд Вынести Решение На основании Последствий Вашего Отказа От участия В проведении Экспертизы Я не Говорю Что На самом Деле Или не На самом Деле Но Поскольку Суд Вам Разъяснил Последствия Отказа Это Обязанность Суда Провести Такого Рода Разъяснения И Руководствуясь Этими Требованиями Суд Приходит К выводу Что Естественно Не является Биологическим Отцом Ребенка И по этим Основаниям Аннулирует Запись Об отцовстве Естественно Ответчик Суд Огласил Своё Решение Дело Закрыто Решение Суда Иск Удовлетворить Странная Такая Думала Я на это Поведусь Нашла Дурака Конечно Всем Желаю В случае Каких-то Непоняток Обращаться В суд Девушки Желаю Вам не Размениваться На Отношения Пусть даже С красавчиками И ценить Свою семью И Боже Это Самое Полезное Телевидение Смотрите Внимательно Сожители Это Юридическое Понятие Записывайте С очень До внешних Времен Было Принято Такое Решение Что дети Рожденные В течение 300 дней После того Как мужчина Ушел Воевать Они признаются Ребенком Этого Мужчина Специально Для зрителей Программы Битва За будущее Бесплатная Юридическая Консультация Знаешь Ты знаешь Что По-моему Тебе уже Пора В дурку Что За 3000 Это Смешно Каждый день С 14 До 15 На нашем Телеканале Истец Требует Защиты Чести И достоинства Своей Дочери И возмещения Материального Вреда Ответчики Иск Не признают Пожалуйста Истец Я вас слушаю Я представитель И родитель Своей дочери Юли Она Еще дитя Несовершеннолетняя 17-летняя Моя дочь Влюбилась Вот В этого Гриша Полянина Ну что сделать Что я на цепь посажу Рвется Рвется Душа К любимому Ну что сделаешь Ну что такого Вот И Значит Тут Пришла ей Какая-то Идея В голову Она стала Фотографироваться Голой И эти фотографии Отсылать Этому Грише Конечно Она Совершенно Не понимала Свои действия Что он может Так сказать Воспользоваться Этим Что он Собственно И сделал Он взял Сделал пост В интернете На своей странице И Подписался Может Мол Типа Моя Телочка Кто хотите Можете мне звонить Недорого Ее отдам Вот Что с ним Сделать После После этого Я Заплатил Деньги Отдал Компьютерчикам Значит Заплатил Они Вычислили IP-адрес Точный Компьютера С которого Было Сделан Этот пост Этот компьютер Значит Вот этого Гриша Они Вычислили Точный Адрес Квартиры Эти фотографии Разошлись Соответственно По всему Интернету Жуткие Совершенно Комментарии К этим фотографиям Вот И когда Дочь Пришла Домой Никого Дома К сожалению Не было Она Обнаружила Увидела Все это В интернете С себя Обнаженной И со Всеми Этими Жуткими Совершенно Ужасными Оскорблениями В этих Постах Конечно Ее Просто Схватил Удар И девчонка Не зная Что делала Она Схватила Первые Попавшиеся Таблетки Наглоталась И когда Мы с мамой Пришли Домой Вы понимаете Что мы Вообще Что мы Увидели Что мы Вообще Ощутили Просто Конечно Мы вызвали Скорую И так Далее А самое Главное Что Была Обнаружена Вот эта Вот Записка Какая Записка Прощайте После того Что сделал Гриша Я не могу Жить Скажите Пожалуйста А врачами Была Установлена Попытка Самоубийства Врачами Была Установлена Попытка Самоубийства То есть Направили На Обследование Психиатрическую Лечебницу Да Ее направили Психиатрическую Лечебницу Вот с диагнозом Кратковременное Психическое Расстройство Вот Она Там Долго Лечилась Соответственно Мы За это Заплатили 256 тысяч Вот Плюс К этому Всему Я хочу С них Взять Миллион Рублей Востребовать За Нанесение Морального Вреда Вот Это еще Пусть они Скажут Спасибо За то Что Я не стал Подавать Заявление В полицию На Доведение До самоубийства Я пытался С Гришей Поговорить Пытался Сказать ему Чтобы он Эти фотографии Удалил С другой стороны Все мои знакомые Друзья Которые Все что угодно Она могла Так же Поругаться С подружкой Отравиться Отвечек Ответчик Будьте добры Пожалуйста Это все Ваши предположения А мне нужно Чтобы вы Возражали По существу Заявленных Висковых требований Не вижу Я никакого Смысла Я платить Отказываюсь Категорически Миллион рублей В качестве Возвращения То же самое Заплатишь Куда ты денешься Защита чести Из достоинства То же самое Все Я мама Гриша Вот я знаю Что мальчик Ничего не хотел Плохого сделать Для Юлия Я не встречался Я знаю Что он ему нравится Присядьте Присядьте Мы платить Ничего не собираемся Присядьте пожалуйста Если вы Считаете Необходимо Выступить В качестве Свидетеля Стороны должны Вас заявить Я вас буду Опрашивать Так вы что можете Скать Молодой человек Ну я могу Сказать только то Что я ни в чем Не раскаиваюсь И считаю Что поступило Подлец Истет То есть вы считаете Возможным Разместить фотографии Конечно Она шалава И шкура Таких наказывать Надо Ты что говоришь Ты что говоришь Подождите Сейчас все Разбежим Не ну представьте Девочка сама Выкладывает фотографии Не выкладывает Не выкладывает Технически установлено Что выложил Ваш сын А не она Нет Ну фотографии Это ее Не он ее фотографировал Кто у нее Попросил Эти фотографии Да я Муж Мне попросят В колодец Прыгать головой Не прибирайтесь Таблетки глотают Мне Ну фиолетово На это Как бы И ни я Ни мои родители Мы не будем платить Это бред Суть в том Что я эти фотки Нашел Как бы Ну она не мне их прислала Понимаете Почему она шлюха А кому посылала Кому Давайте может девочку послушаем А что же пришло Пригласите пожалуйста В зал несовершеннолетнюю Несовершеннолетнюю Войдите Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Извините Юдина Юлия Михайловна Гриша попросил меня Скинуть Свои обнаженные фотки Ну Просто Он был моим Любимым парнем Мы любили друг друга Я ему доверяла Но как оказалось Ошиблась И он Он просто слил их все в интернет Замолчи Он просто слил их все в интернет И на меня просто началась травля Мне просто шлют По сотне сообщений Простите пожалуйста Ну давайте так Это уже было в вашей жизни Да Ну вот Было Это плохо Это неприятно Но это было У меня знаете Какой к вам вопрос Вот Григорий утверждает Что вообще Он Вы не посылали ему эти фотографии Что он их нашел где Вы их где нашли Я наткнулся на эти самые фотографии Когда взял ноутбук своего отца Потом я нашел переписку Их с Юлей Хотите покажу Интересно очень Интересно очень Интересно очень Фотошопить мы все умеем Да Где она Вот она Посмотрите пожалуйста Я все время думаю о тебе Влюбилась как дура Давай убежим только ты и я Гриша мне не нужен Да что ты несешь Я люблю только тебя И хочу чтобы ты Замолчи Ты был моим первым мужчиной Что за бред Ты будешь моим первым Это все неправда Да нет Это правда все Это правда Я давно хотел об этом рассказать Подождите Подождите Да подождите Господи Я люблю его Да подождите Истец я сейчас выведу Если вы не будете соблюдать порядок В судебном действии Да как здесь можно соблюдать порядок Подождите Истец я вас выведу из зала Все молчат Замечательно Ну вот такая история случилась Нехорошая Девочка Вдруг проявила ко мне интерес Стала высылать Вот эти фотографии Обнаженные Да Она действительно высылала Ну как бы мне Ну сын это все Тоже нашел Я был в шоке конечно И она написала Ну вот он же читал Ну влюбилась якобы в меня И я просто рот развернул Не знал как на это реагировать Какого хена ты Да я был в шоке Что мы убежали Я хотел просто родителям Потому что мы сами Это шоковая ситуация Это моя первая любовь Иди сюда Подожди А и почему вы этого не сделали Я хотел поговорить А потому что она меня шантажировала Она сказала Если ты не будешь Как бы со мной Ну контактировать Она грозила Покончить жизнь самоубийством Я правда его люблю Я обдумывал эту ситуацию Очень долго Хотел родителям сказать Но бояться сделать только хуже Я люблю свою жену И семья И все Что происходит У нас была только невинная переписка Все Стоп Я вам сейчас расскажу Что происходит Ваша девочка Влюбилась в отвеч Только не в маленького А в большого Но это не может быть такого Ну почему она Самая этого не отрицает Только что сказала Я в это не верю Итак Вы согласитесь со мной Защита чести и достоинства И честь и достоинства Это морально-нравственные категории И следовательно Как их нарушение Так и их защита Они происходят на этом По этим основаниям Но если Ваша дочь не отрицает Что она влюблена в ответчика И она Как бы Хотела Чтобы эти фотографии Были доведены До сведения Ответчика То для его сына Для его сына Эти фотографии Не носили Ну как вам сказать Частный характер Он не вторгался В частную жизнь Вашей дочери Ну Что же он там Вторгся в частную жизнь С его отца Он да Он да Он Ну не знаю Это уж как Отец его будет решать Куда он вторгся Куда нет Но он признает Что Она ему прислала Фотографии Эти Да я признаю И что Это нормально Это нормально Но она меня сантажирует Вы понимаете Нет подождите Естец Ваша дочь Говорит о том Что она влюблена В Ответчика Что он должен бросить семью И они убегут Вот слова вашей дочери Я этого не говорила Это говорила ваша дочь Суд удаляется Для принятия решения В следующей программе Он мне даже Смотрите Зуб выбил Никогда в жизни Никогда в жизни Я руку не поднимал На женщину Через шесть лет После бурного романа Мужчина получил Задолженность По алиментам Не на свою дочь Я не буду жить В этой квартире Ваша честь Он до меня домогается Я не хочу Отобрали пенсию По потере кормильца И кто? Судебные приставы Исполнители Не было шантажа Это не правда Он сам переживал За свою репутацию И просил меня Просто чтобы Наш ребенок Остался инфогнита Девушка Родила от влиятельного Но женатого мужчины В надежде На обеспеченную жизнь Она нарушила Обещание Держать это в тайне И лишилась всего Здоровья Свободы И сына Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушал Исковые требования Возражения Ответчика По заявленным Исковым требованиям Как законного Представителя Несовершеннолетнего Опросив Несовершеннолетнюю Опрос Который Был заявлен Ее законным Представителем Проведя процесс Обязательным Участием Прокурора Исковые требования Заявленные В интересах Несовершеннолетней Дочери О защите Чести Достоинства Возмещении Материального Вреда И морального Вреда Суд считает Необходимым Удовлетворить Частично Суд Взыскивает Ответчиков Пользуясь В счет Возмещения Материального Ущерба 256 тысяч рублей Суд Взыскивает Ответчиков Пользуясь В счет Возмещения Морального Ущерба 150 тысяч рублей Суд Выносит Решение Об обязании Несовершеннолетнего Ответчика Удалить фотографии Дочери ИСа Из сети Интернет И запретить Их дальнейшее Распространение И обязать Его пресекать Любые попытки Распространения Их другими Лицами Кроме того Суд Выносит Решение Об обязании Несовершеннолетнего Ответчика Опровергнуть Сведения Напечатанные Под фотографии Порочащие Честь и достоинство Дочери ИСа Суд Удовлетворяет Заявленные Исковые требования По следующим Основаниям Обнародование И дальнейшее Использование Изображения Гражданина В том числе Его фотографии Допускается Только И исключительно С согласия Этого Гражданина В данном случае Несовершеннолетний Ответчик Без согласия ИСа Распространил Ее фотографии С информацией Порочащей Честь и достоинство Девушки В сети Интернет Подобными Действиями Несовершеннолетний Нарушил Права Дочери Дочери Истца Которая После Произошедшего Была Вынуждена Проходить Лечение В психиатрической Клинике В данной Ситуации Несовершеннолетний Ответчик Не доказал Что распространенная Им информация Которая Порочит Девушку Соответствует Действительности В данной Ситуации Суд Вам поясняет Что при Рассмотрении Дел связанных Защитой Чести и Достоинства Время Доказывания Всегда Возлагается На ту Сторону Которая Распространила Информацию В данной Ситуации Вы обязаны Были доказать Суду Что та Информация Которая Была Напечатана Вами Под Фотографии Соответствует Действительности Каких Либо Доказательств В этой Части Вы Суду Не Предоставили Поэтому Суд 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 Несовершеннолетний Поэтому Суд Обязывает Вас Несовершеннолетний Предпринять Все необходимые Меры К удалению Указанных Фотографий Пресекать Любые Попытки Дальнейшего Распространения А также Опровергнуть Информацию Которая Была Вами Напечатана В тексте Который Был Предложен Иссом Поскольку В данном Судебном Заседании Я специально Попросила Чтобы Вы Сказали Текст Который Необходим Каких Либо Возражений Этот Текст У Вас Не Вызвал Ни По Объему Ни По Своему Содержанию Поскольку У Вас Этот Текст Не Вызвал Никаких Возражений Суд 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 Разместить Именно Этот Текст Который Был Назван Иссом В данном Судебном Заседании При Определении Размера Морального Вреда Суд Учел Поедение Несовершеннолетней Дочери Которая В данном Судебном Заседании Фактически Признала Что она На самом Дели Добивалась Близких Отношений С Ответчиком Как Законным Представителем А не С его Несовершеннолетним Сыном Поэтому Суд Суд Считает Возможным Применить Определенные Правила По снижению Заявленной Суммы Взыскания Компенсации Морального Вреда И взыскивает Моральный Вред частично А именно В размере 150 тысяч Рублей С ответчиков Дело закрыто Да пожалуйста Решение Суда Иск Удовлетворить Частично Я сегодня Узнал То что На самом деле Для меня просто Шок Это то что Моя дочь Влюбилась В Сергея Я буду с этим Разбираться И с дочерью И с ним Я с ним поговорю Я не знаю Ну Я просто в шоке У меня вообще Нет слов Ну Я вообще тоже Потрясен Просто даже Слов нет Потому что Я получился Вообще Какой-то Самый крайний И все было Я бы Эта девочка Меня шантажирует Я буду подавать Встречные иски Я это дело Так не оставлю Между прочим У меня вообще У тебя не отца Не нет Девушки Почему у тебя Отца нет Потому что Да Пошли Ваш ребенок За лето Стал выше На голову Выскочили Откуда-то Полицейские Начали требовать У нас документы Не спешите Считать его Взрослым Зачем тебе Эта квартира Ты скоро умрешь А у меня Ребенок Я буду жить Даже не думай Об этом Не заставляйте Детей Решать Взрослые Проблемы Я видел Как сын ответчика Лапает девочку А она сказала Что она Проиграла себя В карте Судья Елена Дмитриева Знает Как защитить Детей От беды Я вас Привлеку К уголовной Ответственности За клиенту Непонятно? Понятно Битва за будущее Долгожданные Премьеры Я и вас Подкуплю Не волнуйтесь С понедельника По пятницу В 14.00 На нашем телеканале Стоп Точка Продолжение следует...